Но вот спускаясь обратно, в видеокамере все же удалось зафиксировать дебошин. А где он прятался? Рассказываю формулу успешного видео. Черный кот плюс моя реакция равно успех. А у нас сегодня 5 людей монстров, снятых на камеру. Если не поставишь лайк в течение 5 секунд, то завтра утром ты не найдешь 1000 рублей у себя под подушкой. Это до сих пор на кого-то работает? Ну ладно, на удачу. В этом видео... О-о-о-кей? О-о-кей? Люди одинаковые, но в то же время они такие разные. Ау-у-у-у! Вот это цитата. Хэзэ, кто сказал. В этом видео мне бы хотелось придать этой банальной фразе совершенно другой оттенок. И показать, что люди могут быть очень разными. Вот людей монстров мы еще не смотрели. Мы смотрели монстров-монстров, а людей-монстров мы не смотрели. И зачастую неотличающимися от монстров. Кстати, скоро у нас будут страшные короткометражки, поэтому давайте, ребята, добавьте активности на этот ролик, и я побыстрее выпущу это видео. Это Россия, нет, не Россия, кстати. Это Америка. Примерно так я очковывал, как я впервые увидел этого опасного деда. Это же Resident Evil. Но о нем чуть позже, а пока с вами Черный Кот. Ноги мне в рот, и это пять людей. Блин, ребята, пишите стихи у меня в комментариях. Сколько вы можете повторять? Я читаю ваши стихи, и вот это уже попало в мое новое видео. Так что пишите, как вот этот человек. Монстров, снятых на камеру. Черный Кот, ой, хорошо. Это было два года назад, кстати. Продолжи фразу в этом выпуске не будет. Временный отбой. Есть идейка покруче. Вы пишите какое-то заковыристое слово или фразу. Ну, а я зачитываю его в следующем... Черный... Черный любит пошутить и нервишками... А, пошутить и нервишками пошалить. ...видео, ну, естественно, показываю коммент. Вот, например, есть такая фобия, как боязнь длинных слов. И вот научная... А, я видел, я видел. Это, короче, пароль от моего Wi-Fi. Отвечаю. Отвечаю. Гип-по-по-по-то-мо-монстросес... Квипеда-лиофобия. Гип-по-по-то-мо-мон... Гип-по-то-мо-мон... Бл-бл-бл-бл-бл. А-а-а-а-а-а. Гип-по-по-то-мо-мон... Тросес... Кто выговорит это слово, реально? Кто вы... Вот запомните это слово и напишите его на память в комментариях. Кто сможет это сделать, тому я вручу медальку. Медальку в виде закрепа. Закрепа под моим видео. Гип-по-патам... Гип-по-патаманаман... Я не хочу повторять это слово. А-а-а... гиппо гиппо ой блин короче в следующий раз попробую сказать что-то не получается блин чем чем больше смотрю видео кота тем больше хочу с ним коллабу господи как же я хочу коллабу с ним спустя 20 минут гиппатомомон стреск випидалифобия что как как это сказал короче вы поняли будет весело походу только вот так не надо делать ладно номер один , двигаясь на своем автомобиле водитель был крайне удивлен и напуган странным пешеходам у которого отсутствовала голова О-о-опа! А как это? Как? Как? Может, там внизу у него? Я не знаю, как такое возможно. В определённый момент даже подумал, что это обман зрения. И голова этого чернокожего парня просто слилась с тёмным фоном. Ну, а это похоже на вот это? Как, как? А потом он прошёл рядом с белым забором. Вау, 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 вау. Кто-нибудь знает о существовании таких людей без головы? Нет, это невозможно, конечно, но как? Как это снято? Ну это ты идешь, как заторможенный. Не, я помню, как ходить, но что-то забыл. А голову ты не забыл? Ну забыл, и что? Мемы из 2008 года, вот я был маленьким, были такие мемы, ребята. Этот парень утверждает, что на территории зоопарка, в провинциальном городке Румынии... А, мы смотрели это видео. ...исходит что-то страшное. Мы смотрели, мы смотрели это видео. ...за внушительную сумму администрация зоопарка показывает людям жуткое существо. Да, мы смотрели, мы смотрели. Это крутое видео, это крутое, это очень страшное и крутое видео. Там какая-то дичь творится просто, да чупакабра. За деньги показывают другим посетителям, типа, вот это существо? Ооо, ооо, ааа, это выловленный инопланетянин тот самый. Многие люди в комментариях под оригинальным видео, этот зоопарк прикрыли за жестокое обращение с животными. За жестокое обращение с инопланетянином. Я еще говорил, что мне жалко его, жалко этого чувака. ...информацию об этом случае засекретили. Знаете, такой паршивый момент вспомнил. Был я в зоопарке этим летом, и вот глядя на эти клетки, вытоптанные... Ооо, я ненавижу, ребята, кто не любит зоопарки? Я ненавижу зоопарки. Я правда ненавижу, я еще больше ненавижу контактные зоопарки. Это ужасно. Это так ужасно. Я просто, когда я побольше углубился в историю вот этих вот контактных зоопарков, и то, как там ухаживают с животными. Конечно, есть среди миллиона зоопарков один, который нормальный, да? Который, ну, более-менее нормальный для животных. Но все остальные это просто чудовище. Люди чудовище просто. Могут тропинки внутри вольеров, пустые глаза животных. Мне что-то грустно стало. В общем, вышел я оттуда подавленный какой-то, и больше пока не очень-то и хочется туда возвращаться. Я вот одно не пойму, я один такой. Катаны, напишите обязательно, что вы думаете по этому поводу, и как вообще относитесь к зоопаркам. Нет, ребята, как вы относитесь к контактному зоопарку? Потому что обычные зоопарки, нет, там, там, не знаю, ну, на пять зоопарков есть один нормальный. То есть в крупных городах, да, там есть нормальные зоопарки, но вот контактные зоопарки, это просто, это просто удаш. Ужас. И зоопарки, которые гастролируют из региона в регион, ну, как бы, как выставка, да? Это тоже ужасно. Ну, как по мне, не знаю. Упасный дед. Кто-то в свои 20 лет получает высшее образование. Кто-то становится кумиром миллионов людей. Ну, а кто-то срет в бумажные пакеты и троллит пенсионеров. Ужас какой. Ужас какой. Ребята! Ребята, пожалуйста, не делайте так. Если кто-то... Есть такие люди до сих пор? Ужасно! Господи ты, боже мой, господи. А подливиться вообще как смешно? Нет. Это подло и низко. Радует одно. Это грустно. Не на того нарвались. Дед оказался еще тем отморозком. Посчитав, что одного раза мало, пацаны решили на следующий день еще раз стральнуть старика. Проворачиваясь... Забрались к нему на задний двор, да? Твои вонючие дельцы. Никто из них не ожидал, что дверь внезапно откроется. И немощный, казалось бы, дед, с силой затащит молодого парня в дом. Конечно, я думаю, что это постаново все. Но, ребята, не издевайтесь над стариками. Это ужасно. И вообще над людьми. Это ужасно. Это не смешно. Это приколы, типа, сейчас так называется. Но это вообще не прикольно ни разу. Это грустно. Это грустно, ужасно. Итак, что он сделает? Что он сделает с этим парнем? Друзья, естественно, пошли выручать горе пранкера. Но это похоже... Это похоже, знаете, на что? Это похоже на рекламную кампанию Resident Evil 7. Кто играл, кто... Либо смотрел прохождение у Купленова, там, у других чуваков. Понимаете, да? Там тоже был... Там были... Был дед-людоед. Дед-монстр. И вся семья монстров, типа. Убив на территорию опасного деда, они приняли его правила игры. Хотя, судя по всему, это очень старое видео. Не думаю, что это пиар-компания Resident Evil. Это старое видео какое-то. Подежде, понятно. И первым делом познакомились с его лопатой. Сейчас... На, из-за угла просто лопатой! Пау! Пау! Куда, котаны, вы че... Не, на самом деле, я рад то, что дед дал наконец-то. Спор. Часто спрашиваете, если всех замочили, кто выложил ролик? Внимание! Не знаю. По этому ролику есть три предположения. Либо сам дед, либо копы, либо все это хайповая постанова, а дед актер с окладом в две боярки. Не, это постанова. Это постанова. Номер четыре. Оно же бит. Представим ситуацию. О, Россия. Живете в частном доме. Неожиданно слышите странные звуки на чердаке. Ваши действия. Пойду проверю, что-то происходит. Я... Я же в фильме ужасов, да? Я пойду проверю. Мне вообще не страшно. Я же выжил в конце фильма, да? Большинство подумало так же, как и я. Так. Просто накрутить музыку погромче и не париться. И я... Мы, ребята, не большинство. Мы бы пошли проверили. Да ведь? Да... Все же так думают, да? Все же пошли бы проверить, да? Или я один такой? Чердак же все равно закрыт со стороны дома. Ну а если нет, можно подпереть палкой и тоже не париться. Но вот, к сожалению, есть люди, которые думают не так, как вы. Ну, знаете... Это про нас. Из этой серии. Эй, тут кто-нибудь есть? Вот о такой парочке я и расскажу в этом видео. Предысторию вы уже поняли. Стоит добавить, что вооружившись камерой, первым на чердак полез муж. Боже. Мне страшно. Мне кажется, он пугает жену просто, не? Не могу. А что она говорит? А что она говорит? Ребят, переведите, пожалуйста, в комментариях. Что он снимает? А, чердак. Он чердак снимает. Что происходит? Что за помехи? Нет, это уже, ребят, не смешно, реально. Это не смешно. Какие-то... Какие-то вещи старые. Там вообще ничего не видно. Пшена. Блин, так сильно-то страшно. Вот ненавижу такие видео. Какие-то помехи постоянно. Изрядно натерпевшись ужаса, мужчина не смог обнаружить источника шума. Но вот спускаясь обратно, в видеокамере все же удалось зафиксировать дебошин. Ооо, ооо, а где он прятался? В той коробке, где были одеяла? Он там прятался? Его внешний вид заставил мое попное кольцо сжаться до тенка. Как у вас там, котаны. Все в порядке. Блин, странно, странно. Странно. Азия. Какой-то телевизионный репортаж. Честно, вообще не понимаю, что там происходит. Поэтому давайте разбираться вместе. Итак, журналистка входит в какой-то двор. Там они находят сидящую на... Ааа, блин, нет, нет, вот я уже говорил этот миллион раз. Самые страшные фильмы ужасов, это азиатские фильмы ужасов. И вот даже видео они снимают очень страшные. В корточках девочка. Это звонок? Одетую во все белое. У нее черные длинные волосы, из-за которых мы не можем видеть лица. Это Самара? Это Самара! Вообще, складывается такое впечатление, будто журналисты знают что-то такое, чего не знаем мы. И пришли они, наверное, специально, чтобы снять этого ребенка. Они ее зовут, что-то там спрашивают. И вот когда она повернулась, я реально офигел. И что будет? Это просто маленькая девочка, которая сидит, играет в песочнице, или что это такое? но это не все в этот самый момент оператора отвлекает какой-то мужчина камера уходит в сторону всего на секунду подожди а такой может быть в реальной жизни такой же может быть в реальной жизни этого мутация какая-то нет ну ребята тут азиаты любят делать такие видео это это реальный ребенок или нет секунду карла но может 2 а ребенок уже пропал что с прикол что-то видео но этот меня не на шутку поразил не там бабу тут было склейка тут блосклейка тут тут блосклейка это склейка это склейка это склейка это монтаж я как человек который монтирует это склейка ребят вот здесь вот сейчас камера поворачивается и склейка это склейка это склейка это склейка а я думал видео будет более во время Я хочу в туалет, да не, шучу Короче, ну что, ребят, это были 5 людей 5 людей монстров, снятых на камеру Если вам нравится то, что мы смотрим канал Коты Ютубера, скоро, кстати, будет уже рыжая Уже просто на подходе Новый кот Рыжая Вот, посмотрим ее видосы Ставьте лайки, до сих пор не поставили Подписывайтесь на канал, новые видео каждый день в одно и то же время в 3 часа Ну, а меня зовут Рома Субодин Не забывайте про мой инстаграм, он здесь в описании Не прощаюсь с вами Субтитры сделал DimaTorzok